Пловдив на молодёжную конференцию, там Помпорова были, через Бургас проезжали, возвращались через Бургас. И я, когда мы были в Бургасе, ходил по берегу моря, была такая прогулка, мы с Натальей наслаждались морем. Ну, природа здесь, конечно, прекрасна, мы очень любим море, очень любим природу, Болгарию, очень много красивых мест. И я замечаю такое явление природное. Вы знаете, я смотрю, уточки пролетают над морем, и они так выстроились клином и летят на юг. Видно, почувствовали, что скоро будет холода, потому что это было больше одной недели тому назад. И Наташа тоже замечает, какие-то маленькие уточки тоже выстроились в клин и тоже полетели на юг. Я получаю такое интересное откровение. Вы знаете, когда птицы имеют какую-то дальнюю цель, они группируются. Они объединяются в одну большую группу, выстраиваются клином специально, это не просто так. Почему клином? Потому что так легче летать на дальние расстояния. То есть первый, самый сильный обычно, он разрезает своими крылами, он пробивает дорогу, за ним уже лететь легче. Но периодически первого лебедя или первого утку, другую какую-то благородную птицу, надо сменять. Менять ее, чтобы она не надломалась, чтобы она не слишком сильно утомилась, не упала. И поэтому утки, лебеди, они меняются. Первым кто-то другой становится. И так идет такая вот. Я заметил такую другую вещь. Я смотрю, а чайки, они вот так кружатся вокруг. Нет какого-то порядка. Чайка, да, по Библии, она не чистая птица. И она там ищет, где мусор, да, где какая-то падаль, чтобы питаться. И я получаю другое откровение. И тут же делюсь с Наташей. Говорю, ты знаешь, Наташа, я сейчас вот, разглядывая творение рук Божьих, да, получил такое простое откровение. Птицы, которые не имеют цели, они летают хаотически. То есть каждый летает куда хочет. Захотел, полетел. Ну, я хочу лететь туда. А я хочу туда. Ну, давай. Довиждание, да, или с Богом. Ну, и очень сильно такое, знаете, откровение, такое простое, оно мне так понравилось. И я делился этим откровением, когда были в гостях у пасхарской семьи, у Андрея Сергеенко, пасторя Церкви Иерусалим. Вот, я поделился, он говорит, ну, такое интересное, простое, и в то же время очень сильное откровение. Думаю, действительно, Церкви нужно иметь одно видение, одну цель. И чем больше эта цель, тем мы более сплоченными становимся. Скажи на это Аминь. Вот у нас цель – это построить центр, ну, вот здесь вот на этой базе построить центр для восстановления детей с детским церебральным параличем и другими детскими заболеваниями, чтобы Церковь могла прилагать молитву свою, да, чтобы мы могли иметь возможность возлагать руки на этих детей, на тех, кто придет к нам, да, может быть, ну, любой страждущий или любой тот, кто болеет какой-то болезнью, и просто практиковать молитву. Потому что Иисус Христос обещал, у верующих будешь сопровождать сие знамения, возложат руки на больных и будут здоровы. Аллилуйя. И вы знаете, да, на молодежной конференции приезжал очень молодой такой парень, его звали Николай, и он это практикует прямо, ну, это сейчас по всему миру такое сейчас идет движение. Молодые люди выходят на улицу и просто предлагают людям, давайте мы за вас помолимся, потому что вот написано вот так, вот так, что Господь вас исцелит. Ой, да вы что, да я уже в возрасте, у меня там коксортроз, гонортроз уже там 10 лет, больше 10 лет, да, и вот, ну, на самом деле, ну, это же Господь, Он все может. Ну, если хотите, помолитесь. Молятся и происходят невероятные чудеса, люди получают реальное исцеление. Ну, то есть, если он раньше не мог вообще наклониться, он вдруг начинает наклоняться, вот, поднимает, не мог поднять ногу, он начинает поднимать ногу, и начинаются вот такие чудеса. И вот Николай, он приезжал и рассказывал, какие чудеса происходили совсем недавно, он возлагал руки, люди получали по обещанию Иисуса Христа, получали невероятное исцеление. Да. И вы знаете, кстати, у нас будет в следующее воскресенье очень серьезное такое служение, я поэтому советую вам взять записные книжки, ручки, потому что нужно будет записывать. Тема будет называться «Библейский баланс». Я дам вам одну такую уникальную теорию, интеграл, которая вам даст знания, ну, то есть, в Китае говорят так, если ты знаешь вот эту теорию, ты знаешь все и обо всем. Это будет, с одной стороны, китайская древняя мудрость, с другой стороны, библейская мудрость, и мы немножко позанимаемся вот такой сравнительной теологией, да. И я верю в то, что будет очень интересно, потому что этот интеграл дает знания абсолютно обо всем, ну, абсолютно во всем, о еде, о пище, о воде, о цветах, о пятигранном служении. И это очень интересно. В первый раз я буду в церкви давать знания, которые будут давать такую связь между, как я говорил, противоестественной, естественной и сверхъестественной медициной. Приходите, пожалуйста, будет очень интересно. А сегодня у нас служение, оно посвящено рукоположению. Сегодня, вы знаете, я не зря заговорил о будках, да, потому что вот сегодня у нас будет рукоположение, и Бог дал такое откровение, что у нас одно служение очень активно развивается. Это очень такое активно. Молодежь, Бог предлагает, молодежь именно, да, молодежь растет, уже они не вмещаются, уже нужно как-то там делить, и уже как-то вот, ну, должен быть какой-то ответственный. И Бог дал откровение, что уже есть служитель, дар, который уже проявился, и уже плоды, уже вот-вот они, ну, в том плане уже назрели. И поэтому сегодня будет рукоположение. Да, сейчас. На этой неделе у нас была международная конференция, и наша церковь напрямую участвовала, мы молились, да, и мы открывали эту международную конференцию, в которой участвовали церкви со всего мира, да, невероятные проповедники, очень известные, да, из Америки, из Израиля, из Германии, из Южной Кореи, из Болгарии. Поэтому, слава нашему Богу, спасибо большое всем тем, кто участвовал. Если вы захотите посмотреть, я сегодня хотел бы напомнить о том, что, ну, вот, меня конкретно зацепило, да, свидетельство одного международно известного саксофониста из Южной Кореи, который недавно на каком-то конкурсе занял второе место после, по-моему, японского пианиста. И он рассказывал свое мощнейшее свидетельство. Вот я вас просто умоляю, посмотрите, пожалуйста, вот это свидетельство, оно очень сильное. И вы можете его найти на нашем церковном сайте. Кого еще нет в церковном сайте, подойдите ко мне или к Наталье и в чате, да, и подключайтесь туда, мы вас туда включим. То есть только изъявите свое желание, и мы вас туда, так же, тут же подключим. Детки, пожалуйста, выходите на благословение.